В России прошли выборы президента страны. Их проведение и итоги сегодня одна из главных обсуждаемых тем. О результатах голосования, а также о нынешней политической ситуации в нашем регионе мы поговорили с известным городским политологом Александром Стрезои. Александр Леонидович, как Вы оцениваете итоги прошедшего 4 марта голосования? И результаты по какому-либо из кандидатов были неожиданны для Вас или все было прогнозируемо? Я думаю, что особенность этих выборов состояла в том, что соотношение сил между кандидатами и участниками определилось уже заранее. И поэтому главная интрига выборов состояла в том, как будет достигнута победа. Сегодня мы можем сказать, что выборы прошли в один тур. Я думаю, что для страны это наиболее оптимальный вариант. И самое главное, они подтвердили те устойчивые предпочтения общественного мнения, которое доверяло Владимиру Путину. И референдум фактически на доверие состоялся, и Путин этот референдум выиграл. Результаты других кандидатов в общем и целом не выделяются за рамки тех оценок, которые нам давали социологи на протяжении последних полутора-двух лет. Чудо электорального произойти не может. Тем более, что все заметили, что и команда участников достаточно стара. И Зюганов, и Жириновский уже участвуют не в одних президентских выборах. Они хорошо известны избирателю и вряд ли могут быть символами каких-то новых идей. Что вы можете сказать о проведении самих выборов? Прозрачные урны, веб-камеры, слежение за процессом голосования в режиме онлайн. Все это сказалось на открытости прошедших выборов? Если сравнивать выборы президента с выборами в Государственную Думу, они выгодно отличаются гораздо лучше организацией. Все-таки и усилия власти, и давление общественности, требовавшей контроля и прозрачности, сделали свое дело. На избирательных участках было больше наблюдателей, они подходили к делу более ответственно. Но и сама организация, связанная с прозрачными урнами, камерами, съемкой, они в общем создавали атмосферу подконтрольности выборов. Поэтому я думаю, что в общем и целом результаты выборов могут вызывать доверие. Политическая обстановка сменилась полтора месяца назад и в нашем регионе. Губернатором стал Сергей Баженов. Вы уже можете отметить какие-либо перемены с приходом нового руководителя в регион? Смена губернатора имеет принципиальное значение. Во-первых, федеральная власть показала, что она услышала граждан, выразивших голосованием на парламентских выборах свой скептицизм и недоверие прежнему губернатору. Сменив губернатора, власть показала свою готовность к переменам. И не случайно Баженов – это символ перемен в Волгоградском регионе. А люди хотят перемен. И поэтому нынешнее голосование – это кредит доверия не только Путину, но и волгоградскому губернатору. И надо сказать, что губернатор оправдывает эти надежды, потому что его первые шаги – посещение Волгограда, Волжского, социальных объектов, спокойное отношение к людям, желание их выслушать, желание понять те чувства, которые движут людьми, всегда находит отклик. Результат, полученный Владимиром Путиным – это отчасти результат, полученный Сергеем Баженовым. Конечно. И с одной стороны он символизирует доверие к власти, с другой стороны ставит очень серьезную проблему, как это доверие удержать. И я думаю, что последние решения и губернатора, и областной думы показывают нам, что областная власть не будет раскачиваться, не будет жнать, она приступает к административной реформе. Я думаю, что жители города, и Волгограда, и Волжского, и все волгоградцы до конца года увидят ее результаты.